Потому что мы пилоты, небо наш родимый дом. Эта песня уже давно стала своеобразным гимном летчиков, тех, кто в небе проводит времени чуть ли не меньше, чем на земле. Первоклассное авиашоу устроили на Каштаке наши читинские авиаторы и парашютисты, где было все – мертвые петли, штопор и синхронные полеты над толпой зрителей. Мы ежегодно проводим день воздушного флота, здесь на каждом деле уже традиционно у нас. И у меня налет общий составляет более 6000 часов около Сибири. Занимаюсь я с 17 лет. Занимался сейчас самолетом, спортом, потом парашютным спортом занимался, более 3000 прыжков. Ну вот считайте, старше 17 лет, исключая армию этого города. Авиаторы в свой праздник подарили читинцам подарок. Основными зрителями, конечно же, были дети, которым представилась возможность полазить на самолетах, посидеть в кабине вертолета. Естественно, все рычаги и тумблеры были во власти юных летчиков. Дельтапланы и маленькие самолеты также были необделены вниманием. Всем хотелось знать устройство этих необычных летательных аппаратов. Пилот-любитель Леонид Кулеш летает на своем ярком богуловом самолете пятый день. Здесь, на аэродроме Каштаг, он показал трюк с бумагой, который позаимствовал у Боба Дейли, когда тот приезжал на авиашоу на Студвесну стран Шосс. Главное здесь – разорвать винтом ленту бумаги. Но в этот раз летчик зацепил бумагу самолетом. Тем не менее, прекрасные мертвые петли и штопор в исполнении Кулеша смогли посмотреть все, кто пришел отметить день авиации вместе с нашими летчиками. Для тех, кто любит смотреть на небо с неба, были организованы полеты на самолетах Ан-2 и малой авиации. От желающих не было отбоя, и очереди за билетами не прекращались. Естественно, не обошлось и без авиамоделистов – людей, которые любят небо с земли. А так занимаются в основном сейчас обитательные планировки. На сегодняшний день китайцы хотят провести его как олимпийский вид спорта. И очень много туров, очень много программ в этом летательном камере. И человек за соревнования раз в 50 его закидывает. Кто-то увез с собой кусочек неба, кто-то долго будет мечтать о полетах, и, возможно, какой-то мальчишка решит стать летчиком или авиамоделистом. И когда многотонный вертолет долго и грузно поднимается в небо и разворачивается над головами, а Ан-2 машет крыльями, приветствуя толпу, кажется, что все мы авиаторы. Просто до сегодняшнего дня не знали об этом. Александра Леонтьева, Анна Хвостова. Специально для Забонтуры. Субтитры создавал DimaTorzok